итак ребята всем привет сегодня у нас будет чистка монет как вы наверное знаете и ждете это электролиз и будем чистить медь до этого мы чистили советские монеты алюминистые бронзы медно-никель результаты шикарны если кто не знает можете посмотреть чистка электролизом ну что ребят пришло время вам показать то что у нас получилось вот на монетка она у нас числа всего несколько минут и в принципе хороший бодрый внешний вид в общем как новая как будто только из-под станка что касается другой монетки она у нас была очень очень сильно зеленая и естественная зеленка свое дело сделала но монету мы почистили и теперь она вот выглядит вот таким вот образом вот такая была зеленая монета сравнение я вам привожу какая была и какая стала я думаю неплохо ну что ребят пришло время подвести итоги пятачок тридцать второго года почистился отменно зачетно красноты нету болячек нет в общем в принципе хорошо но я хотел вам показать то что зеленые мне было интересно как метод справиться с тем кота к которая была здесь зеленка но к сожалению по бомб зелень всю монету съела как бы я не пытался ее реанимировать не получилось но все же помните да какая она была и какая она стала как что вот так вот ребята а с такой монеты которая сейчас у меня в руках наверное любая бы жидкость справилась на ура даже лимонная кислота почистила бы не хуже так что как-то вот так ну и сегодня я буду вам демонстрировать как чистит электролиз медь подобрал я специально монеты разного сохрана монеты разного периода и номинала чтобы было вам наглядно и понятно 10 монет и сейчас я вам их покажу но вот те самые 10 монет как вы видите сохран у некоторых монет отвратительный я это сделал специально плохого варианта мы будем чистить хороший вариант тоже будем чистить вот они хорошие монеты это в основном все монеты которые находят мы кладоискатели в лесах и на полях вот такой сохран монет это что касается очень хорошего сохрана лучше практически и не бывает они просто-напросто небольшая зеленка небольшой окисел в общем монетки должны быть очень бодрые хорошие что касается этих монет здесь жесть полная номинал не видно вообще что такое непонятно мне самому будет любопытно интересно что скрывает эта вековая грязь следующая тоже также номинал не видно совсем ничего не видно как вы видите да не видите вы ничего что это за монета точно могу сказать что это медь так здесь вот смотрите в коконе даже в каком-то что за монета тоже трудно что-то сказать а нет возможно это две копейки но окисел смотрите жесть полная вам наверное будет очень любопытно посмотреть как электролиз справится с такими монетами окислы безобразные что мы будем с вами вот в такую тару я буду просто повторяться многие просто не знают вот в такую тару я налью стакан воды стакан воды теплый и ложка с бугром соли обычная пищевая соль и все это дело будем пускать под электричеством плюс минус и пошло дело так что снимать я буду также на такую вот камеру онлайн съемка и и постараюсь вам показать также секундомер за сколько времени это все у нас происходит так что смотрим на результат вот таких вот убитых как аликов ну что ребят водичку мы залили соль размешали другой конец мы зарядили как вы видите с гвоздем это как бы минусовой на плюс мы отправляем нашу монету я вместо крокодильщика использую скрепки потому что они очень быстро подгорают для начала для начала будем чистить хорошие монеты хорошего бодрого сохрана это у нас пятак год сейчас посмотрим год 1911 год вот так что для начала бросим монетки хорошего сохранщика чтобы побыстрее вам показать результат что метод достаточно хороший хоть его позабыли и использовать в чистке монет мало воткнули и сразу будет первые признаки правильно мы сделали или нет от монеты должны исходить пузырьки в данном случае у нас процесс уже пошел пузырьки идут все это сейчас будет в таком безобразном внешнем виде монетка видите да от монетки пузырьки пошли это процесс начался вокруг монеты будет полная задница такое извините меня за выражение а субстанция как будто из достали из канализационного люка жижа грязь такое да это буквально через какие-то пять минут уже произойдет так что на пять минут камеру оставлю и смотрим на красоту под музыку продали и identifies который на клик будет с старшим м인� kilowatts ламп ламп лучшим ламп 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 итак ребят прошло с момента чистки буквально какие-то считанные минуты так смотрите на секундомер чистится 3 минуты и я рекомендую монеты хорошего бодрого сохрана периодически доставать и смотреть сейчас мы все это выключаем протираем нашу монетку и смотрим что у нас происходит монета чистится результат как вы видите на лицо 3 минуты монета находится нашей жидкости и уже бодренькая есть конечно кое-какие очаги и мы сейчас это все снова забросим включу следующий кадр когда монетка будет чистая но секундомер у меня работает так что вы будете все в курсе за какое время итак ребята чистится у нас монета в общей сложности сейчас вам продемонстрирую 22 минуты ребята 22 минуты и смотрите что когда на монете появляются вот видите белые пузырьки белые пузырьки это означает что монета уже как бы почищена от нее больше какая-то грязь всякая чача не отваливается и на поверхности появляется белые пузырьки сейчас мы это все сдвинем и если вы видите да на поверхности появляется белые пузырьки и это первые симптомы что процесс за остановился нужно монету достать вытереть мы его вытираем в принципе родная патина осталась этот метод хорош тем что можно сохранить родную патину вот смотрите результат чистки монеты единственные есть недостатки на этой монете не от самого процесса видите на когда я играю светом я это делаю специально для вас потому что у вас тоже также будет получаться и это страна в принципе играем на свету получается бодренькая никаких болячек на ней нету хотя бы здесь небольшой очаг есть вот на другой в самом центре около пятерочки тоже имеется неровности это уже к сожалению дефект монеты в чем заключается дефект которая зеленка была она небольшие беды сделала но я сейчас при помощи щеточек пройдусь по всей поверхности и посмотрю стоит ли эту монету снова закидывать нашу жидкость и так ребята ну что секундомер у нас показывает 30 30 минут мы уже чистим 30 минут останавливаем и на этом с этой монеты пожалуй закончим на поверхности видите да белые пузыри отключаем достаем протираем тряпочкой проходимся щеточкой и результат вам сейчас покажу вот такая монета с родной с родной патиной сейчас немножко щеточками доведу ее до ума кое-какие места запатинирую чтобы было очень красиво и вам покажу ну а сейчас чтобы процесс у меня не останавливался закину пожалуй следующую монетку тоже очень хорошего сохранщика это александр второй копеечка изначально я вам показывал как она выглядела экономное время сейчас у меня чистится монеты очень неплохого сохранно чищу до чистого металла чтобы не было на нем зеленых болячек и очень ужасно я даже не знаю что из нее выйдет но любопытство раздирает это последняя монета осталось я думаю до темна я его почищу у нас этой монеты что остается только патинировать слегка поднимать рельеф и что-то хоть похожее на монету будет но обязательно покажу обзор всех остальных монет так что ждем смотрим до конца и так ребята достану наверное монетку вам покажу промежуточный результат это последняя монета из десяти смотрите что здесь ужасно что я делаю дальше пока она в таком виде я ее при помощи шабера обычного шабера начинаю счищать вот именно вот этот неровный слой как вы видите да сразу отлетает я тем самым просто ускоряю процесс чистки все это дело тоже можно проходить щеточкой сейчас я пройду щеткой беру щетку нашу и прохожу по всей монете и и как видите почти почти монета почищена сейчас я ее посмотрю на наличие зеленки если зеленка присутствует то я еще раз и и заброшу нашу жидкость да все таки есть со стороны орла почти все хорошо видите да монета чистится до чистого металла здесь по окружности я до этого вынимал проходил шабером и подчищал здесь была болячка я сейчас болячку шабером тоже почищу и наверное еще раз надо будет забрасывать результат всех монет конечно же я вам покажу и так ребят уж последние монеты я довел до чистого металла жидкость у нас вот такая безобразная монетки получились последние плохого сохран не очень вот это двушка была в коконе я даже рельеф не подымал ничего не подымал просто как бы нанес патину хоть как-то выглядит на монету дальше последние были убиты и я почистил до чистого металла буду сейчас наносить на них патину монетки еще более-менее на них рельеф по дому деньги от 1738 года вот запатинирую и в принципе будут бодренькие монеты подождите сейчас через секунду покажу все монеты какие у меня были сегодня очищены электролизом ну и в конце я свой вердикт и свое мнение по данному методу меди тоже скажу выслушайте внимательно и так ребят после того как монеты я почистил я их законсервировал при помощи серной мази как я это делал элементарно наносил на монету мазь и растирал пальцами после того как я его растер монета нагрелась при помощи щеточки зубной причем щеточка должна быть настолько мягкой что я использую как вы видите детскую зубную щетку мягкий ворс и при помощи этого я уже натираю монету монета будет черная монета будет черная вот после того как монетка стала черная мы при помощи стерки раз и при помощи шабера 2 делаем рисунок каким способом элементарным берем ластик и поднимаем рельеф при помощи стерочки тем самым делаем визуально обман высоты рельефа монета становится очень красивая где стерочка не добирается до рельефа мы немножко это делаем шиберком то есть некоторых местах где стерка не забирает я просто беру и шиберком навожу лоск монетка получилось в принципе нормально была темненькая такая получилась классненькая вот все то же самое я делаю с остальными монетами хочу также сказать ребят после того как вы это все сделали монету обязательно нужно законсервировать если вы это не сделаете на следующий день у вас монета уже потемнеет и рельеф уже будет плохо видно со всеми монетами я так делаю сейчас я быстренько для наглядности вам покажу постараюсь быстренько законсервировать ну и видео смонтирую вам покажу конечный результат что получилось у меня с монетами выкопанные из земли сохран как вы видели был не особо интересный некоторые даже были безобразные но забегу вперед которые монеты были безобразные мне их к сожалению спасти не удалось а в частности одна монета которая чистилась более двух часов она к сожалению умерла ладно сейчас вам покажу конечный итог и так ребят спустя сутки я вам уже показываю конечный результат монет чищенных при помощи электролиза монетки я запатинировал законсервировал и сейчас выглядит так патину наносил при помощи обычной серной мази потом все с терочкой и шабером наносил рисунок и консервация конечно у нас состоит при помощи лака в принципе монетки стали достойные достойные ваших коллекций и никогда не не потемнеет никогда они не станут зелеными в общем маленький очень хороший вот этот монет мне очень порадовал тем что очень красиво получилось очень красиво были конечно и плачевные результаты например вот эта деньга как мог я ее как бы привел в порядок ну как мог повторюсь зелень на ней было прям как в кухне еще одна деньга тоже в ужасном состоянии но это время ее ушатало конечно а вот с этой день монеты две копейки я ничего не делал просто-напросто нанес консервацию перед этим запатинировал и все потому что монета ничего интересного себя не представляет отправится она у нас к калькам вот были несколько экземпляров тоже очень хорошие жалко что зеленка немножко сделала свое дело оставила следы язв на монете а монета в принципе была бы очень очень приятно так что вот такой результат очень хорошо чистится этим методом монеты крепкие в частности николаевские монеты очень крепкий результат металл у них достойный и электролиз очень хорошо подходит к этим монетам но все же сейчас скажу почему я этим методом не чищу свои монеты досмотрите до конца и выслушайте мое мнение и так ребята ну что буду подводить итог нашего метода чистки электролизом вы просили показать вам как чистить электролиз непосредственно царскую медь результат в принципе достойный получается неплохо если монеты крепкого внешнего вида то есть структура металла крепкая нерыхлая зеленка которая не ела если же все-таки зелень проела медь то уже как и всегда химия электролиз вам не поможет в крайнем случае если монета очень дорогая то вам в помощь механическая чистка набивайте руку чистить механическим способом почему я не чищу этим методом потому что он очень долгий на эти 10 монеты у меня ушли практически сутки снимаю на следующий день после того как законсервировал запатинировал и вам итог сейчас показал если вам это нравится если у вас времени достаточно то электролиз вам подойдет всего нужно на всего жидкость вода соль и обычный трансформаторная зарядка больше ничего не нужно какие еще нюансы хочу вам сказать по этому поводу да никаких ребята пользуйтесь учитесь и опыт у вас придет надеюсь вы оцените видеосюжет стараемся для вас хоть я этим методом уже давно не чищу но для ради вас своих подписчиков которые просят показать до этого были у нас электролизом чистили монеты советские алюминистые бронзы медный никель принципе результат тоже хороший если кому интересно можете посмотреть чуть ранее они были ну на этом и все так что до новых встреч на полях на шурфах или просто на чистке до новых встреч подписываемся и забываем